Привет! Сегодня мы поиграем на сборке, где кейзинги крафтятся из магии, машинки крафтятся из магии и даже магия крафтится из другой магии. Меня конкретно заинтересовали кейзинги с мозгами. Так что я запустил стрим, пригласил человек с чата со мной поиграть, знакомьтесь, это Крейзер, узнает всё обо всех модах. Мы зашли на первый сервер и начали наше приключение на сборке Техновизардри. Короче, мужики, мы вчера почекали эту сборку, она очень странная. Вот, допустим, у нас есть корпусы механизма, да? На них нужны шарды из таункрафта. Это будет весело. Для начала мы тэпнулись в копательный мир, прописали тут РТП и начали приватить территорию. ТПСа много, 20 ТПСов. А чё мне F9 не работает? Это из-за шейдеров долбанных. Мы прописали киты и нам забился весь инвентарь. Благо, нам в ките давали сундуки, так что первым делом мы всё разложили. Не, ну нормально, тут броню сразу насыпали, чтобы нас не убивали эти мобы из ААА. С чего тут начинать? Давай эти квесты почекаем. По поводу квестов, ну, судя по веткам, их тут будет много. И на момент записи я не знал, насколько они тут будут имповыми. В ките нам дали алмазные ярки и пару сумок, куда удобно складывать руды. Так что мы отправили шахту. О, чё-то микроволновка какая-то проигралась. Это что такое? А, это нажми на ААА английскую, у тебя навык прокачался копание на несколько этапов. Ну и пока я копал, я задумался, чё бы вообще сегодня сделать за серию? Нам точно нужно сделать какую-нибудь штуку, чтобы удобно копать руду. Ну и в идеале бы сегодня ещё сделать им и систему. Правда, насчёт этого я пока не уверен. Мы вернулись на базу, чтобы выложить всё накопанное и решили всё-таки сделать какую-нибудь штуку для копания. Да, это будет молот из Тинкерса и перчатка, которая его будет ускорять. Но не парьтесь, больше Тинкерса не будет. О, май гад, вот это кайф. Пока я бегал за тростником для молота, нашёл какую-то деревню. О, мужик, тут есть штуки под Тинкерс. Можно что-нибудь слепить из них. Подожди, а тут, наверное, Тинкер-Быч есть. Можно же просто украсть и... У меня мужик лицом вниз спит. И у меня с ней какие-то странные визуальные баги. Чё? Реально фейковые блоки. Это какое-то проклятое место. Тэпну сюда крейзера, и у него всё нормально. Вот сюда можешь зайти? Так вот блок. А его не вижу. Например, тут стоит халявная Тинкер-Бычка, но я её не вижу. Это что такое вообще? Видимо, в этом сезоне я даже видеть не хочу эту Тинкер-Бычку. Ну всё, у нас есть, в принципе, все материалы на молот. Я закинул вообще весь редстоун, который у нас был на перчатку. И даже с этим молот работает как-то не очень-то и быстро. Он из бумаги и камня, что ты хотел? Копать мы, кстати, будем только в овере. Так как руда из Невермайна почему-то не спавнится в копательном мире. Это что за руда такая? Аметистовая руда, жесть. Набрав немного руды, я нашёл какой-то подземный портал. Я так вообще в шоке от этого АОА. Крейзер сказал, копай его. Ну, я его и накопал. Розовый крипер? Это, это, короче, бак. Это криперы даже не только в Архейме спавнятся, они спавнятся везде, кроме него. Среди него было очень много кустов из Тинкерса. И если вы решите поиграть на этой сборке, то копайте вообще все кусты, которые найдёте. Так как это халявные ресурсы, по сути. Не, ну мы неплохо накопали так. Начать мы решили с моды Индастрал Крафт. Я посадил гивей, и чтобы их вырастить, нужно какое-либо удобрение. Кастей у нас вообще не было. Так что я отправился за песком, чтобы сделать удобрение из апотита. Всё, гивей, уууу. Собрав 16 латекса, я засчитал первые квесты Индастрала, и после этого у нас открылся квест на моторчик. Почему квест на малосилу и агрегат называется моторчик? Сделав много пластин и проводов, мы решили, а чё бы так не крутануть какие-нибудь кейсики. Так как обычно мне с ними очень даже везёт. Тут можно дисплыбить? Можно! Я крутанул свой золотой кейс, и ничего нормального не выпало. Мне сафари на это выпало. А мне вот это. Но зато к рейзеру выпал аж целый хоровый жезл, причём полностью заряженный. Железные сундуки у нас потихоньку забились, и я решил посмотреть, как там делаются сжатые сундуки. Оказывается, очень непросто, так что мы заменили все наши сундуки на нормальные. И ресурсы теперь хранить стало удобнее. Так, чё у нас там по квестам? У нас открываются батарейки. Ага, я-я-я, я в квесте ошибка в описании. Аккумулятор, хотя акумулятор. Аккумулятор, по-моему. Из редстоуна я сделал аккумулятор, а крейзер тем временем сделал микросхемой. И после этого у нас наконец-то открывается кейзинг. Правда, с шардами из Таункрафта. Железная пыль, а как нам её получить? Ооо, как вы добите? Всё, геймплей пошёл. Где? Всё, я утырю у тебя всё. Кейзинги. Кейзинги. Из кейзинга делается много всего. Мы сделали все базовые механизмы. Это дробилка, плавильня, металлоформовка и печка. Крейзер также сделал компрессор. Блин, я его не подержал. Так что пришлось его ломать ключом. Сейчас не выпадет, знаешь. Сейчас казино-вулкан будет. Ооо, выпало, нормально. Да уж, компрессор это больная тема на этом канале. Мы можем наконец-то удваивать руды. Прикиньте, мужики, я начинаю без тинкер печки. И без иммерсива, это вообще возможно. Следующее, чем я решил заняться, это оплайтом. Вообще, это цель на видос. Так что мне систему сегодня нужно сделать обязательно. Для начала мне нужно немного кварца. Он у нас был. И немного заряженного кварца. Его у нас не было. Не, ну как был, но там всего две штуки. А из них я решил сделать заряжалку. И теперь можно бесконечно заряжать любые кристаллы. У Крейзера тем временем автор сборки решил позабирать витрики. ВООО ВИТЬ! Я не знаю, почему именно витрики. Это, наверное, один из немногих квестов, где хоть что-то забирается. На следующий квест я сделал выращивалку кристаллов. За это мне дали кэшбэк. И этим кэшбэком я выполнил еще один квест. Теперь меня просят сделать все процессоры, но на них нужны силиконовые подложки. Силикон этот делается либо из жареного кварца, либо просто из песка в измельчителе. И как по мне, второй вариант будет повыгоднее. Я начал делать измельчитель, но на него нужен тоже свой кейзинг. А он делается из компонентов тингерса. Благо, это облегчили, и их тут можно сделать в компрессоре. Так что не придется делать тингер печку. Тем временем, к нам в дискорд зашел анфи. Мужики, прикиньте, я все записал. И начал рассказывать, как он сделал бешеную серию про кейзинг. Да там, короче, этот, я сделал кейзинг. Жесть, серия про кейзинг. И как только он ушел, у нас моментально уничтожился компрессор. Я не знаю, это проклятие какое-то, видимо. Это был компрессор. Это был компрессор. Измельчитель потребляет РФ, так что я его подключил с помощью коннекторов из иммерсива. Они умеют конвертировать энергию, но почему-то они у меня невидимые. Невидимая подача энергии пошла. Возвышаюсь к кредцам. Мужик, ну ты чё? Я сломал ветряк киркой. А, ты еще и ветряк потерял. Я выполнил квест на подложке, и после этого открывается квест на процессоре. Правда, квест у меня вообще закончился, так что снова пришлось отправиться копать. Покопал я немного, и вдруг раздался какой-то звук. Шо это? Шо это за звук? Плутон впечатлен твоим пожертвованием. Оказывается, это какое-то поощрение от богов из Невермайна. И в данном случае Плутон мне дает ускорение копания. Реально, смотри, как я копаю люто. Капец, я могу рукой ломать Грави, вы посмотрите на это. Неплохо вполне, вот это эссенции просто, капец, как много. Так, я пойду дальше оплать делать. Вернемся к процессорам. Я сделал много компонентов, соединил в верстаке, и у нас открывается квест на контроллер. Контроллер, так как делается. На него, как обычно, нужен небесный камень, так что я сделал компас и пошел их искать. Я в дереве заспаунился, нормальный ртп. На метеориты мне, как всегда, не везло. Нет, ну конечно, я нашел два, но они оказались подземными. Вкопался в них и ничего там не нашел. Но как только тэпнул крейзера, он их нашел моментально. А я нашел самое главное. Вот он. Эээ, ладно, все было ближе, чем я думал. Крейзер тут, кстати, сделал прокачанный борт, так что накопать метеорит было очень просто. Сделал я контроллер, хотел его уже засчитать, и смотрю, в квеста их там нужно 16. А зачем? На них мне снова не хватило кварца, так что я сделал прокачанную заряжалку кристаллов, и теперь с помощью семечек можно удваивать любой кварц. О, мне хватает 16 контроллеров я сделал. Я засчитал контроллеры, дал крейзеру их тоже потрогать, и теперь у меня их аж 24 штуки. Сделав парочку ME накопителей и еще несколько терминалов к этому всему, я построил нашу первую ME систему, и остается только сделать какие-либо ячейки. Теперь эту MEшку остается только запитать. А чем мы можем ее запитать? Какой у нас сейчас источник энергии есть? Не, ну, крейзер тут, конечно, сделал несколько витриков, но я не уверен, что нам этого надолго хватит. О, мужика, ME заработало. И тут, помните, я вначале говорил то, что награды в квестах тут будут очень имбовы. Так вот, все началось с четырех цветков из ботании. Мужик, за провода дают четыре гурмалилиса. Нормально. Но то, что открылось после, вообще никто не ожидал. Че? Мужик, за четыре энергетических ячейки дают две квантовые панели. В смысле? Это че такое? Две квантовые панели? Дай я скрафчу. Нафиг я метрик создавал. Так, мужик, все нормально начиналось. Мы сидим, играем, кайфуем, а тут не хочешь две квпшки за бесплатно? Ну, хочу, давай. Эм, чел, там две дискуссионки дальше. А, да? Интересные квесты тут, однако. А что будет за большую ячейку еще дальше? А, ну тут чипы из необе, мы их пока не скрафтим, мужик. Понимаете, вот такой у нее крафт, вот такой. Тут нужно четыре квантовых ядра к панели из таункрафта, который почти в эндгейме. Да, и вот так вот за четыре простейших энергоячейки нам дают по две квантовые панели. И в итоге у нас приток энергии аж стал 16 тысяч юфтик. Но поверьте, это еще полная фигня по сравнению с тем, что нам будут давать в ботании. Это вам спойлер на следующую серию. Ну, а на этом на сегодня все. Надеюсь, вам понравился этот видос. И пока. Да убегай этот вид, а как хуя мужик?